Дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели, мы продолжаем цикл изучения цитат Духа Пророчества Вестницы Божией Ильяны Уайт. Сегодня мы с вами будем иметь 10 тему. Продолжение того, что мы слышали с вами в 9 теме. Продолжение об Иисусе Христе, о Духе Святом, об Отце, о Сыне Божьем, который является действительно Сыном Божьим. Сегодня мы с вами в продолжении этого всего будем зачитывать цитаты, останавливаться, рассуждать, а также и дополнительные материалы из книг Духа Пророчества, где вы услышите в доказательство того, что Ильяна Уайт своей версии или своего понятия на протяжении всей своей жизни не меняла и она оставалась верной Господу в надежде, что все-таки она будет в числе искупленного народа. Мы с вами говорили о том, что Иисус Христос является той личностью, через которую Бог изливает на всех жизненную энергию. Читаем цитату. Чья жизнь дана нам? Все верующие умершие естественной смертью, вкушая плоть и кровь Сына Божия. Это говорится о том, что Вечеря Господня, символы плоти и крови Иисуса Христа, это пресный хлеб, а также безалкогольное вино, которое является символом плоти и крови Иисуса Христа. И дальше в продолжение. Имеют вечную жизнь в них, которая является жизнью Иисуса Христа. Через смерть Иисус сделал невозможным для верующих в Него умереть вечно. Ильяну Уайт, библейский комментарий АСД, том 7, страница 926, 1898 год. Итак, мы видим, что этот год, год, мы всегда цитируем о том, подчеркивая, является годом издания книги «Желание веков». И вот эти цитаты, которые мы будем прочитывать из «Желание веков», которые будут подтверждены цитатами из других ее книг, которые подтверждают то, что Иисус Христос является тем каналом жизненным, через который Бог Отец посылает жизнь на всех существ, которые они сотворили с Отцом. Читаем дальше. «Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь». Ильяну Уайт, «Желание веков», страница 25. Когда мы говорим о том, чтобы принять жизнь Христа, здесь заложен смысл этого написания, что принятие Иисуса Христа мы принимаем Его жизнь. Но мы знаем, что жизнь – это есть Дух. И поэтому Дух Христов, о котором мы дальше будем с вами говорить. Принятие Христа – это принятие Духа. Мы знаем, что Бог свят, Сын свят и ихний Дух тоже свят. Поэтому в Библии и в Духе пророчества, если написано Дух Святой, то Вестница Божия имела в виду, что это Дух Бога Отца и Дух Господа Иисуса Христа, в котором они присутствуют. И мы об этом будем говорить далее. Они везде сущие. «Христос стал одно с нами по плоти, чтобы мы стали одно с Ним по Духу». Благодаря именно этому союзу мы должны воспитывать себя в этом познании. И далее, как сказано, что мы должны в момент, когда будет пришествие, восстать из могилы не потому, что только Христос проявит свою силу, но потому, что через веру Его жизнь стала нашей жизнью. Те, кто постиг истинную суть Христа и принял Его в свое сердце, имеют жизнь вечную. «Христос обитает в нас Духом, и Дух Божий, принятый в сердце верою, есть начало жизни вечной». И Лен Уайт, «Желание веков», страница 388. Итак, мы видим, что в той книге, где есть та цитата, где якобы Лен Уайт этой цитатой подтверждала, что у нее произошла эволюция в ее познании, и она уже стала тринитарной, то мы видим в этой же книге вот эту цитату, которую мы с вами услышали, которая опровергает то понятие, учение той цитаты о триединном Боге. Итак, мы видим, что Христос обитает в нас Духом, и где сказано о том, что есть три личности, и Дух Святой есть личность, то есть еще один Бог, который якобы посылается и снисходит на верующих, то мы видим, что Елена Уайт в этой же книге подтверждает, что Христос обитает в нас Духом, своим Духом. И далее говорит, «И Дух Божий, принятый в сердце верою, есть начало жизни новой». Принятие Духа Христова и принятие Духа Божия говорит о том, что это есть начало жизни вечной. «Для верующего Христос есть воскресение и жизнь, и в нашем Спасителе жизнь, утраченная по причине греха, восстановлена так, как Он имеет жизнь в самом себе, чтобы оживлять всех, кого пожелает. Он наделен правом даровать бессмертие, жизнь, которую Он отдал за человечество, Он принимает снова и дарит ее людям». Элен Уайт, «Желание веков», страница 786-787. Это недалеко от той цитаты, которая записана в книге «Желание веков», на которой сегодня базируется Тринитарий. Итак, мы видим, что вот этот текст, который неправильно истолковывается, что Он имел жизнь в самом себе, поэтому в урочнике за 2017 год, за первый квартал, там есть такая цитата составителя урочника, что «Иисус Христос сам себя воскресил». То есть, имея под грунтовку этого текста, что Он имеет жизнь в самом себе, поэтому Он сам себя воскресил, что является ересью и небиблейским учением. «Является ли Святой Дух третьей личностью, отличающейся от Отца и Сына?» Читаем «Желание веков», страница 805-я. «Принятие Духа – это принятие жизни Христа». Ильян Уайт. А теперь мы сопоставляем то, что в той цитате написано и что написано в этой же книге. «Принятие Духа, именно Святого Духа – это принятие жизни Христа». Так кто стоит за этим словом «Святой Дух», третья личность или же за этим словом стоят две личности «Дух Отца» и «Дух Христа». И вот здесь Вестница пишет, что принятие Духа Христова – это принятие жизни Христа. И если этот Дух Христа будет во мне, то во мне будет отражаться жизнь чья? Иисуса, как Он жил, как Он поступал, как Он показал пример. Вот это отображение Христа. И если будет это отображение в нас, то тогда мы с Христом будем что? Одно, так как Он просил Отца, чтобы ученики Его были, так как Он одно с Отцом, так чтобы они были одно с Ним. Поэтому вот это понятие мы должны правильно понять, так как пишет Библия и Дух Пророчества. Жизнь Христа – это другая отдельная личность от Христа, знак вопроса. То есть здесь сказано о том, чтобы принять Духа, это значит, надо принять жизнь Христа. Если говорят о том, что Дух Святой – это еще одна личность, тогда выходит, что вот это принятие жизни Христа, вот этого Духа, должно быть тоже отдельной личностью. Что же пишет Вестница по этому поводу? Христос дает им дыхание Его собственного Духа, жизнь Его собственной жизни. То есть дыхание собственного Духа и жизнь Его собственной жизни, то, что дает нам Христос. Это не что, нечто отдельное от Него, это Он Сам. «Святой Дух выдвигает свои наивысшие силы для работы в сердце и в разуме». Перевод с оригинала «Ильян Уайт. Желание веков. 827-я страница». Я не знаю, есть ли в этой книге в современном переводе эта цитата, но в оригинале она есть, вы можете это проверить. «Единственный способ для нас получить более совершенное понимание истины, когда сердце будет смягчено и покорено Духом Христовым». Перевод с оригинала «Ильян Уайт. Желание веков. Страница 494». Итак, мы видим, что здесь фигурирует в слове «Дух» Дух Христа, то есть Сам Христос, который является автором этого всего, чтобы спасти грешного человека. «Прибывать во Христе значит постоянно принимать Его Дух и жить, безоговорочно отдавая себя для Его служения». «Ильян Уайт. Желание веков. 676-я страница». Итак, мы видим, что Вестница Божья в этой же книге «Желание веков», она ясно и точно пишет, что пребывать во Христе – это принять Его Дух и жить так, как Он, безоговорочно отдавая себя на Ему на служение. Тогда задается вопрос, этот Дух Христов – это что, еще одна отдельная личность, которую мы должны принять? Или же это Сам Христос в духовном присутствии в нашей жизни? Конечно, вы согласитесь, скажете, что это Сам Христос, но тогда мы давайте обратимся уже к Богу Отцу, Дух Божий. Выходит, что по учению Тринитария – это уже отдельная личность, уже Бог остался бездушный, бездуховный, просто вот там Бог. А вот Его Дух изъяли и сделали еще одного. Если это Дух Христов, так это Его Дух. Если Дух Божий, значит, это Дух Бога. Почему? Отнимают вот этот Дух и делают еще третьего Бога для себя. Это неуместно даже в познании человека и представлении, как это может быть. Или, например, Дух человеческий. Каждый из нас имеет Дух, да? Вот представьте, что вот этот Дух – это еще одна личность, кроме вас. И она себе действует, с вами ничего не имея общего, к примеру говоря. И даже если даже и общие. Но это другая личность. Значит, раздвоение личности. Есть такая болезнь тоже, раздвоение личности. Когда человек раздваивается вот этой личностью, он не знает, что он делает. Но мы не можем применить этого к нашему Всевышнему Богу и вот такое трактовать. Прежде чем ученики приступили к выполнению своих обязанностей в церкви, Христос вдохнул в них свой Дух. Перевод с оригинала, Эллиан Уайт, Желание веков, 805 страница. Итак, мы видим, что Вестница написала, что прежде чем ученики начали делать, что сделал Христос? Вдохнул, то есть передал своего Духа. И когда мы понимаем и начинаем рассуждать, как это может произойти, вот есть такая в народе поговорка. С кем поведешься, того наберешься. Чего ты наберешься? Именно того Духа. Вот плохая компания, плохого Духа набрался. Хорошая компания, хорошего Духа. И поэтому мы видим, что вот Иисус Христос вдохнул в них свой Дух. То есть свое понятие, свое поведение, свое мышление, свой характер и все остальное, он передал ученикам, и эти ученики, приняв это, что начали делать после Пятидесятницы? Так же проповедовать, как Иисус Христос о Царстве Небесном, имея один Дух между собой. До того, какой у них был Дух, когда мы читаем про апостолов? Разный. Каждый думал, кто будет постарше, кто будет слева, кто будет справа. Дух недовольства. Но после этого всего, когда Христос вдохнул им Дух, и сошествие Духа Святого произошло в пламенных этих языках, мы видим, что они стали единомысленны. Поэтому мы видим, что вот этот Дух, который был, Христос вдохнул, это есть жизнь Его жизни. Во всех наших испытаниях мы имеем неизменного помощника. Он не оставляет нас одних сражаться с искушениями и бороться со злом, ибо мы в конце концов были бы сокрушены тяготами и горестями. Хотя сейчас Он и сокрыт от взора смертных, ухо веры может услышать Его голос, говорящий, «Не бойся, я с тобой». Елену Уайт, «Желание веков», страница 483. О ком здесь Елену Уайт пишет, что он сейчас невидимый, но мы можем его слышать? Об Иисусе Христе. И так мы видим, что и в других также цитатах Елен Уайт ясно подчеркивает, что Святой Дух – это Сам Иисус. Есть эти цитаты, мы впоследствии будем читать. Кто является служителем церкви на земле? Когда нам говорят о том, что после Вознесения Иисус Христос попросил Отца и был послан третья личность – это Бог Дух Святой, который сейчас на земле проделывает всю работу спасения. Иисус Христос находится во Святое и Святых, там служение производит, Отец восседает на троне, как руководящая личность, а Дух Святой тут все это делает. Давайте мы послушаем, как понимала Елена Уайт, так или не так. В то время, как Иисус служит в Вышнем Святилище, Он по-прежнему своим Духом является и служителем церкви на земле. Там, что Он служит, это одно, но Его Дух, Он здесь присутствует. Не Дух третий, а личностный Дух Иисуса Христа, то есть само присутствие. И когда мы с вами это читаем, мы немножко недопонимаем, но мы с этим вопросом разберемся. Читаем дальше. Он стал невидимым для человеческого глаза, и Его прощальное обещание исполняется, сея с вами во все дни до скончания века. Матфея 28, 20. Также от Иоанна 14, где Он там тоже говорит ученикам. В то время, как Он передает свою власть подчиненным служителям. Его животворительное присутствие все еще остается в Его церкови. Перевод с оригинала. Илья Н. Уайт. Желание веков. Страница 166. И когда мы с вами читаем это, мы, конечно, недопонимаем, как же это так может быть. Давайте мы с вами еще поразмышляем над тем вопросом, когда Иисус Христос говорит о том, что Он является невидимым в присутствии здесь в церкви. Часто нам читают такую цитату. Я зачитываю книгу «Деяния апостолов». Это тоже Илья Н. Уайт. Страница 27. Здесь записаны следующие слова. «Природа Святого Духа остается тайной. Мы не можем постичь ее, потому что Господь не открыл ее нам. Люди, обладающие богатым воображением, могут собирать места из Священного Писания, придумывая свои истолкования. Однако это не укрепит церковь. Тайны эти слишком глубоки для человеческого понимания, и молчание здесь золото». И когда мы начинаем говорить о том, что говорит Библия, и что говорит Дух Пророчества, не имея на это никаких доказательств, нам быстренько читают вот эту цитату из Духа Пророчества, что это тайна, и вы туда не лезьте. Но задается тогда другой вопрос. Кто же разложил Бога по полочкам? Кто же дал каждому из них какие-то роли? Ты будешь тем, ты будешь тем, ты будешь тем. Скажите, кто разложил также Духа Святого по полочкам, что он совершает? Что он и ходатай, что он и возносит молитвы, что он и то делает, и другое, и пятое, и десятое? Кто это сделал? Это сделали эти же богословы, которые этой же цитатой закрывают рот тем, кто фактом показывают из Писания, из Духа Пророчества, что говорила Вестница. Поэтому мы сегодня приходим к такому общему понятию в этом вопросе, что Дух Святой – это личностный Дух Отца и Сына, это является тайной для нас. То есть это природа самого Бога. И мы не можем знать, как Бог может быть на небе и может присутствовать здесь, на этой земле, во всех уголках всей Вселенной, можно сказать. И в Америке, и у нас, и там, и по всем этим. И сказал что Христос? Где двое или трое соберутся во имя Мое, я среди них. Задается вопрос, как это так? Сегодня здесь собрались двое и трое, и также по всех местах могут тысячи двое и по трое. Как мог Христос разделиться на тысячу кусочков Иисусов? Вот это есть тайна, что Он своим Духом, этим небесным Духом, не нашего понятия, Он присутствует со всеми, и как здесь сказала Елена Вайт, что мы не видим, и для человеческого глаза это закрыто. И то, что Он сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века», это подтверждает, что Он исполнил эти свои слова, и Он духовно присутствует среди народа, где кто бы собрался. Поэтому вот эту цитату, которые они так, как щит, закрывают рот тем людям, которые раскрывают эту фальшь, этого триединства, этого учения о Троице, это не говорит о том, что они этим одержали доказательство в победе истины. Это говорит о том, что эти люди просто, они безоружны против Библии и против Духа Пророчества. Поэтому некоторые места из Библии, они сложноваты для понимания, и вот именно на вот этих местах дьявол и делает вот такие расхождения и уводит народ Божий от правильного понимания Бога и его силы. Многие ли знали об отступничестве сатаны? Когда мы говорим о том, что нам, изучая урочник, я уже вам показывал, за первый квартал, 2017 год, Святой Дух и Духовность, нам здесь автор, или же так нас учили, то есть кормили вот этим, этой пищей, мы с вами зачитаем на 37-й странице о той полочке, которой я вам рассказывал, что разложили Бога по полочкам, и это сделали эти богословы. Вот что вот эта полочка нам сегодня здесь показывает. Святой Дух есть личность, иначе он не мог бы свидетельствовать Духу нашему и вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. Святой Дух должен быть именно божественной личностью, иначе он не мог бы знать тайны, сокрытые в разуме Бога. И это цитата из книги «Евангелизм». Элен Уайт подписана, страница 616-617. Но мы с вами знаем, что книга «Евангелизм» это компиляции. И это не писала Элена Уайт эту книгу, она ее не издавала. Это вырванные все цитаты из всех источников, скомпилированные, и тут появилась вот эта цитата вот с этой полочкой, где они нам рассказали, что Дух Святой, вот что он делает, и каким он должен быть, и что этот Дух Святой, он настолько уникален, что он знает тайны, сокрытые в разуме Бога. А теперь мы с вами давайте обратимся к тому, что написала Элен Уайт в книге «Желание веков», страница 22. От начала Бог и Христос знали об отступничестве сатаны и о грехопадении человека, поддавшегося обольщающей силе отступника. Задается вопрос. В этом урочнике написано, что он знает мысли Бога. А тут Элен Уайт пишет в этой же книге «Желание веков», что только Бог и Христос знали. Задается вопрос, где тут третий всезнающий, который знает мысли Бога? Почему она не упоминает, если она уже в это время по тому, что нам говорят, что уже «Желание веков», когда издавалось, она уже была тринитарного учения? Почему она не написала об этом третьем всезнающем вместе с Богом номер один и Бог номер два, и тут третий все это знает? Почему она не написала? Это говорит о том, что это просто подтасовка вот этой цитаты из книги «Евангелизм» для того, чтобы подгрунтовать вот это учение, языческо-католическое учение, которое проникло в христианство в свое время. Когда мы читаем дальше то, что писала Вестница Божья, она пишет следующее. «Прежде нежели были положены основания земли, отец и сын объединились в совете, чтобы искупить человека, если его победит сатана». Они пообещали, что Христос станет поручителем за человеческий род. Это обещание Христос исполнил, когда на кресте он воскликнул, совершилось. Он обращался к своему отцу. Перевод с оригинала Ильян Уайт «Желание веков» страница 834. Итак, снова возникает вопрос. «Желание веков». Если та цитата на 670-й где-то странице, то на 834-й Илья Невайт забыла, что она написала в предыдущих тех страницах, где она говорила о том, что есть три личности живые на небе, три Бога. Тут она уже пишет, что только отец и сын объединились в совете. Куда делся третий снова из этого совета, когда вот план спасения, искупления решался между отцом и сыном, вот за вопрос к тринитариям, к богословам, где был третий тот, который вы в этой цитате представляете в этой книге. Но никак оно не, но не имеет ничего общего эта цитата полностью с этой книгой «Желание веков». Читаем дальше. Бог не предопределил существование греха, но он привидел его возникновение и предусмотрел план избавления от страшной катастрофы. Его любовь к миру была так велика, что он решил отдать своего единородного сына, чтобы всякий верующий его не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16, Иоанна Уайт, «Желание веков», страница 22. Итак, мы видим, что будучи уже якобы она тринитарной, она пишет о том, что он решил отдать своего единородного сына. Если учение троицы говорит, что там нет такого, там они все безначальные, самосущие три личности, то задается вопрос, откуда взялся сын? Ну, конечно, у них есть оговорка, они распределили роли. Так почему же Иоанн Уайт, будучи уже тринитарием, не написала, что любовь Бога ко всему миру этой всей сущности, что они решили отдать второго в роли этого искупления типа сына? Значит, выходит, что она занималась просто враньем, грубо сказать нам. Она верила в то, что Иисус Христос не является рожденным сыном, но она написала, что это единородный сын. Для чего? Для того, чтобы просто не опровергать или как бы чтобы Библия не открыла. Это снова не сходится. Это говорит о том, что Иоанн Уайт писала всегда правду и она и продолжала верить так, как ей Бог открыл в начале. А то, что нам хотят подсунуть и этим как бы подгрунтовать Иоанн Уайт, потому что Иоанн Уайт в адвентизме это Бог номер четыре уже. Понимаете? Настолько ее сделали, что сказала Уайт, то уже неопровержимо. Даже какую-то ерунду, которую написали иезуиты, Фрумы, Андерсоны, Келлоги и тому подобные, подписали Иоанна Уайт и мы должны принимать, это сказала Иоанна Уайт, это значит Слово Божие. Да не может такого быть, друзья мои, потому что она и ее муж Джеймс Уайт, они всю жизнь боролись против вот этого внедрения, вот этого иного учения многобожия. Знать Бога значит любить Его, поэтому необходимо было открыть характер Бога, противоположный характеру Сатаны. И это могло сделать только одно существо во всей Вселенной, только тот, кто знал всю красоту и глубину любви Божьей, мог явить ее миру. Иоанна Уайт, желание веков, страница 22. Почему только одно существо, если троица учит о том, что они все трое, они одно, и там нет разделения в этой существе три ипостаси, и тогда здесь снова идет опровержение, снова вот этого третьего как бы отбрасывает в негативе, что вот не знает ни то, ни сё, хотя нам хотят предоставить о том, что он всезнающий и все это делает. Он отдал его падшему человечеству навсегда, чтобы уверить нас в своем непреложном завете мира. Бог послал Сына Своего Единородного стать одним одним из членов человеческой семьи навсегда сохранить свое человеческое естество. Ильян Уайт «Желание веков», страница 25. Итак, мы видим, что Вестница Божья пишет, что Бог настолько пожертвовал ради спасения человека, что Бог послал Сына Своего Единородного стать одним из членов человеческой семьи, может, это кто-то пропустил эту мысль, навсегда сохранить свое человеческое естество. И мы знаем, что Илья Новая пишет в других своих произведениях, что Иисус Христос навсегда останется тем, кем Он был на этой земле. И мы будем, если даст Бог такое преимущество нам в числе спасенных, видеть рубцы отран на его руках и ногах. Понимаете, Он настолько возлюбил, что Он уподобился человечеству и Он стал вот таким навсегда. И Он будет всегда, и это будет напоминать нам о том, какую великую жертву дал Отец Небесный ради каждого из нас. Где родился Единородный Сын Божий? Одни утверждают, Он родился от Марии. Другие утверждают, что Он не был рожден, что это не так надо понимать, что Он является безначальным Богом. Это просто так, ну, к слову как бы сказать. Что же писала Вестница? Посвящение первородного имеет свои истоки в глубокой древности. Бог, перевод это с оригинала, обещал отдать первенца Небес для спасения грешников. Желание веков, страница 51. Итак, мы видим, что Иисус Христос первенец земли или первенец неба? Неба. Поэтому Он был рожден не на земле. Он пришел сюда уже вторым рождением стать подобным человеком. Но Его первое рождение это подобие своего Отца. Природы духовной, то есть как у Его Отца. В каком возрасте еврейский мальчик называется Сыном Божьим? Для иудеев 12-летний возраст был нераздельной чертой между детством и юностью. Достигнув этого возраста еврейский мальчик был назван Сыном Закона, а также Сыном Божьим. Перевод с оригинала Эллиен Уайт Желание веков страница 75. Итак, когда нам хотят внушить то, что Иисус Христос рожденный, они приводят пример того, что Иисус Христос был рожден от Марии, и поэтому так ему и применялось. А то, что он Сын Божий, то мы видим, что в Израильском народе все мальчики, они с 12 лет, они являлись сыновьями Божьими. И народ Божий тоже сыновьями и дочерьми. Раньше Христос назывался Сыном Божьим, задается вопрос, ну ладно, до того, когда он пришел сюда на эту землю, родился от Марии, он был Сыном Божьим или он был Богом номер два, который согласился играть роль этого Сына на земле. Читаем цитату, Желание веков, страница 36-37. Сын Божий, взирая на мир, видел страдания несчастья. Он видел, как люди становились жертвами сатанинской жестокости, он смотрел на страдания на тех, кого совращали и губили. Но вместо того, чтобы разрушить этот мир, Бог послал Сына Своего, чтобы спасти его, и хотя нравственное разложение и открытое неповиновение Богу охватило всю путь для ее возрождения был предусмотрен в самой критический момент, когда сатана оказался, был готов торжествовать, в мир пришел Сын Божий с вестью о божественной благодати. И так мы видим, Вестница Божия опровергает учение о распределении ролей, потому что Иисус Христос был еще до того, до грехопадения, до сотворения нашей планеты, Он являлся Сыном Своего Отца. Иисус уже приступил к тому делу, ради которого Он пришел в этот мир. Но Иосиф и Мария пренебрегали своим долгом. Бог, перевоз оригинала, оказал этим людям великую честь, даровав им Своего Сына. то есть Он был до того Сын, и Бог посредством вот этой великой тайны благочестия приходит, и Он становится еще раз Сыном только человеческим от Марии. Ну, мы знаем, что Иосиф как бы отец, принявший его, но от Духа Святого. И когда мы говорим вот эту историю, что Иисус Христос был зачат от Духа Святого, и если по понятию тринитарного учения, значит Он был зачат, Мария зачала от третьей личности Божества. Тогда задается вопрос, почему Иисус Христос будучи до того, Он что, не знал кто является Его Отец? Почему Он уже будучи уже человеческой плоти называет Отцом Первого, а не того, от которого Он был зачат, от третьего, от Бога Духа Святого. Тут никак не срабатывает вот это. Это говорит о том, что Дух Святой это Сам и есть Отец Небесный, то есть Бог Отец посредством вот этого своего личностного Духа, о котором мы с вами говорили, Дух Христов и Дух Отца. Вот этой всесильной божественной силой Он сделал так, что Его Сын, будучи там Его Сыном в небесных чертогах, Он пришел в этот мир посредством рождения как человек обычным способом и Он родился поэтому мы видим что даже Писание говорит что когда ангел сказал и сойдет на тебя сила да и ты родишь и зачнешь сына поэтому здесь никак не совпадает с этим учением что он был зачат от третьего а говорил что его отцом является первая личность которая играла роль отца ну если они распределили там роли то какая разница он бы сказал что это его отец в роли вот этого зачатия но тут снова не сходится поэтому друзья подумайте над этим вопросом духовные истины различимы духовно сын божий в храме был посвящен на служение которое он пришел совершить священники же смотрели на него как на обычное дитя и хотя не видел и не чувствовал ничего исключительного акт передачи богом своего сына миру был признан желание веков страница 55 итак мы видим подтверждение что в нем не было ничего такого сверхъестественного он был как обычный мальчик как обычный человек и это все было принято это говорит о чем это говорит о том что он был просто человек плоти сын божий когда задается вопрос сколько было в начале божественных личностей и когда они покоились после творения мы когда читаем книгу бытие и когда нам тринитарии хотят подтасовать и утвердить свое учение о троице они начинают там искать третьего и вот этот третий он является дух божий который носился над бездной говорит вот видите отец сын и дух божий который носился давайте мы с вами послушаем что пишет лена вайт книга желания веков страница 769 в начале окончив дело творения на земле отец и сын покоились в субботу сотворив небо и землю и все воинства их бытие 2.1 творец и все небесные существа радовались созерцая эту славную картину и так задается вопрос если они после творения покоились в субботу отец и сын где был тот третий он что там продолжал летать над землей понимаете вот ну тут вроде бы как сарказмом задается вопрос но это факт да это факт если говорят говорить о том что их было трое и трое они творили значит должна была вестница божия если она была вестницей от бога но это конечно утверждение адвентистов седьмого дня по отношению элену вайт они точно утверждают тогда задается вопрос если вы принимаете элену вайт как вестника от бога тогда задается вопрос почему боги открыл что покоились субботу только отец и сын что делал в это время третий бог из этой троицы ну нету здесь понимаете о чем это говорит это говорит о том что элену вайт ничего и не знала и это записано в книге желания веков на этой странице 769 в той же книге где вроде бы якобы она сказала что три личности есть на небе три три божества а тут она уже пишет после 670 страницы через сто страниц пишет что только отец и сын третьего снова забыла вписать понимаете в чем суть мы просто выясняем почему так происходит и вот это выяснение приводит нас к тому такому понятию что та цитата которая в желании веков она просто является вставкой которая не совпадает которая не имеет ничего общего с общей картиной книги но ее просто вставили почему потому что это последнее издание из жизни Элен Уайт которое могло и которое уже не контролировалось ею потому что это издавали и при ее жизни и после ее жизни и поэтому было хорошенькое такое как бы время вставить вот эту ересь и подгрунтовать что это Элена Уайт писала когда мы говорим о том понятии ладно тогда пусть может она что-то не заметила в этом вопросе давайте мы будем читать дальше когда пишет уже Библия об этом и об этом подтверждает Элен Уайт из Библии когда в конце уже завершение спасения человечества кому будем поклоняться вот этот искупленный народ небеса и земля сольются в ликовании и тогда из субботы в субботу Исайя 66 23 спасенные народы будут радостно поклоняться Богу и Агнцу Элен Уайт желание веков страница 770 снова она пишет что уже тогда когда будет завершено это спасение когда мы читали в этом урочнике что Дух Святой это ну третий имеется ввиду и строится он настолько все там делает и спасает и возносит наши молитвы и даже в этом урочнике есть я вам сейчас прочитаю страница 36 урок номер 4 работа Святого Духа это работа утешителя греческое слово паракле параклетос Иоанна 14 16 характеризует того кто признан поддерживать и помогать оно означает ходатай защитник адвокат подобно Иисусу Святой Дух также является личностью он подтверждается тем фактом что Святой Дух обладает личностными качествами и там они начинают перечислять эти тексты вы можете прочитать вот это есть подтасовка потому что Библия говорит что у нас только один ходатай это Иисус Христос и не может быть еще одного ходатая где здесь написали работа Святого Духа это работа утешителя кто является утешителем Иисус Христос поэтому мы видим что троица от Бога Отца забрала этот личностный Дух сделала третьего Бога теперь вот этот третий надуманный Бог забирает от Иисуса Христа все то ту работу или действия или то служение которое исполняет Иисус Христос и ходатая и защитника и адвоката нашего когда мы говорим о земном и о небесном святилище мы говорим что что Иисус Христос находится во святое и святых и он перед кем стоит перед Отцом Небесным и что он делает ходатайствует где вы в Библии нашли такое что там еще стоит третий Бог Иисус Христос Третий Бог Дух Святой и ходатайствует перед Отцом за наши грехи это вы можете найти только в этом урочнике понимаете и когда мы читаем этот урочник и многие это просто прочитали у вас подсознание вот это осталось потом еще вам добавят пару капель этого ложного учения и у вас будет сформируется вот такое понятие но мы видим что здесь записано просто ложь которой вас напитали в свое время в этом первом квартале и когда мы с вами читаем о том эту цитату что будут поклоняться Богу и Агнцу то задается вопрос если из этого урочника изучение отроится что вот эта третья личность настолько ходатайствовала защищала была адвокатом и тому подобное то задается вопрос почему ей нет такой чести искупленным поклониться если она вот эта искупленность или вот этот народ благодаря вот этой третьей личности ходатайственной и адвоката она имеет спасение почему снова отодвинули этого третьего из небесного вот этого божества и на престоле как в книге откровения написано будут восседать кто отец и Агнец снова нету места вы понимаете вы когда-нибудь задумались над тем что вас и чему вас учат и что вы понимаете во что вы верите и что вы защищаете и многие под этим видео я не сомневаюсь будут писать комментарии и будут писать вот такие комментарии которые вот не имеют доказательства которые будут доказывать то что вот эту ложь недоказуемую когда мы с вами читаем про Иисуса Христа то сказано здесь что Иисус Христос на чье имя претендовал Христос и кем он себя признал молчание воцарилось во всем собрании имя Божье данное Моисею в котором выражалась идея вечного присутствия а вы помните когда было дано Моисею имя Божье читайте исход седьмая глава когда Бог сказал что ты будешь Богом фараону задается вопрос Моисей стал Богом он является Богом не он ты будешь Богом фараону и когда мы говорим о том что Иисусу Христу было дано имя Божье и когда Иисус Христос говорил от имени своего Отца о чем это говорит что это было ему дано и вот те которые сегодня начинают утверждать на основании тех или иных текстов я есть я есть Иегова и другие тексты утверждают что есть уже два Бога не один а два но если на этом основании мы можем препортировать еще одного четвертого это отец сын Дух Святой и еще Моисей потому что Библия пишет что ты будешь Богом но этого мы не делаем потому что мы понимаем что носить имя Христа мы с вами не становимся этими Христами да Иисусами мы не становимся если я ношу имя Иисуса то есть имя Христа что я ношу в себе характер поведение мысли слова такие как у Христа значит на мне имя Христова но я не являюсь этим Христом вот так же само Иисус Христос если ему дано имя Божие то что он показывает нам он пришел кого показать отца Бога нашего и поэтому в чем это заключается суть что характер отца был передан нам сыну а сын показал этот характер человечеству предоставив нам своего отца еще раз повторюсь когда его спросили покажи нам отца что он сказал неужели вы столько времени и вы не видели отца видевший меня видел отца и на этом тексте есть тоже такие фанатики религиозные которые говорят отец и сын это одно это одна личность просто он трансформировался то он был отцом то он стал уже сыном понимаете сегодня в религии это тихий ужас что творится и люди просто не хотят думать не хотят читать а просто верят в такую нелепицу как троица как трансформированный бог и тому подобное и поэтому мы когда читаем вот эти цитаты эти цитаты нам показывают и раскрывают ту истинность которая заложена в священном писании и здесь записано вот это имя божие которое было дано иисусу христу а также в первоначальном моисею то иисус христос провозгласил себя сущим тем обещанным израилю которое происхождение от начала одни вечных михея 5 2 и когда беру вот елена вайт пишет да здесь и когда они берут что иисус сказал я есть сущий это бог когда он говорил о том и происхождение от начала дней вечных он вечный он не может умереть то есть люди кидаются вот на такое вот понятие но они не думают глубину того что здесь записано если он провозгласил себя сущим он представил своего отца то есть отец был представлен через него и то что он говорит о том что происхождение от начала дней вечных этого кто представил сущего это иисус христос поэтому мы видим что если писание и вестница божия подтверждает что у него есть начало одни вечных но это для нас закрыто это бесконечность этих дней но начало есть это рождение от отца поэтому мы не можем сказать что он безначальный так как учит троица и снова священники и равены закричали на иисуса как на богохульника его утверждение что он одно с богом укрепило их в намерении убить его несколько месяцев спустя они недвусмысленно объявили не за доброе дело хотим побить тебя камнями но за богохульство за то что ты будучи человек делаешь себя богом иоанна 10 33 они стремились уничтожить его потому что он был и признал себя сыном божьим перевод оригинала элен уайт желание веков 469 470 страница итак мы видим что элена уайт пишет что иисус христос себя признал кем сыном божьим а почему он не признал себя богом ну если он бог номер два ему надо было обманывать этот израильский народ говорит не я сын его мужа мне дали такую роль этого сына а фактически то я за этой ролью я бог почему он разве боялся их но иисус христос он не мог обманывать он говорил то что есть на самом деле что он сыном был он сыном и остался он сыном и будет всю вечность так как пишет илен уайт это вечный сын божий потому что он рожден от бога фарисеи окружали иисуса когда он отвечал на вопрос книжника теперь обращаясь к ним он сам задал им вопрос что вы думаете о христе чей он сын христос хотел проверить какие представления имели они о мессии узнать считают ли они его только человеком или же сыном божьим они не понимали что сын давида был также сыном божьим перевоз оригинала элен уайт желание веков 608 609 и так мы видим что 60 страниц после этого элена уайт пишет вот такую историю о троих а тут мы видим что элена уайт доказывает то что иисус христос задавая вопрос хотел узнать знают ли кто он фактически он себя представлял сыном а уже в той цитате он уже представлен в этом три единстве как бог номер два поэтому мы видим что все то что мы с вами изучаем подводит к такому общему знаменателю что дьявол на протяжении всего времени очень хорошенько наследил в книгах духа пророчества вот этими вставками и неправильными понятием и он продолжает следить также и в этих урочиках которые мы с вами показывали ну это только один из тех урочиков но сколько есть еще таких мыслей которые прошли в подсознании которые не являются библейскими учениями поэтому пусть добрый бог поможет нам чтобы мы продолжали изучать чтобы мы думали и чтобы мы могли сопоставить и иметь общую картину и эта общая картина нам подтверждает о том что есть небесный бог всевышний в него есть сын божий иисус христос наш господь и то что мы с вами говорили о духе святом что это и на основании этих цитат на основании библии это дух бога отца дух иисуса христа и дух человеческий и как сказано в писании что дух божий воздействует на наш дух то есть происходит вот таком на духовном уровне как бы общение значит выходит писание и книги духа пророчества говорят о том что троица это ложное учение что нет третьего бога есть один бог всевышний и есть господь иисус христос посредник наш и спаситель иисус христос который говорит что иду к отцу вашему к отцу моему к богу вашему и к богу моему то есть над ним стоит личность выше него иерархии и он отец для иисуса христа тоже является богом как и для нас поэтому пусть добрый бог поможет чтобы вы изучали эти истины и правильно понимали о правильном богопоклонении в это последнее время потому что именно вот этот вопрос альфы отступления который был при Лене Уайт и мы должны изучить в чем было отступление это учение Келлога это платформа для триединства и омега отступления которое в наше время которое происходит вот это будет борьба и заключительная борьба этого вопроса если кто-то думает что вас будут гнать за субботу в субботу и вы будете убегать вы ошибаетесь суббота это подтверждение того что вы являетесь истинными богопоклонниками этот день а именно омега отступления это будет последняя борьба между добром и злом и кто что выберет то будет и иметь пусть добрый бог поможет всем нам